Открыто о здравоохранении. Местные власти, главные врачи и жители обсуждают вопросы здравоохранения на так называемом низовом первом уровне, к которым относятся больницы и поликлиники. По инициативе Министерства здравоохранения Московской области в Щелково прошла первая из цикла встреч. Глава района начал с того, что зачитал вопросы жителей социальных сетей, тех, кто не смог присутствовать на встрече. Комментарии и критичные, и положительные. В большинстве это вы работаете хорошо, и отзывы очень хорошие о вашей работе. Но получается, основная проблема в том, что у нас нет педиатров, детских врачей. Вакансии действительно есть. Привлечением кадров занято как на уровне поликлиник, так и муниципалитета. К примеру, на улице Парково в Щелкове предоставлены квартиры для иногородних медиков. Действует и еще одна мера социальной поддержки – 56. Врачей получают ежемесячную компенсацию в размере 15 тысяч рублей за проживание в съемной квартире. У нас есть утверждена дорожная карта, план по привлечению врачей системы здравоохранения Щелковского района. На этот год у нас, коллеги не помогут, у нас был по плану сколько? Восемь врачей первичного спина терапевта и педиатра. Мы этот план уже выполнили и перевыполнили. Но и даже выполнив и перевыполнив этот план, нам еще нужны и терапевты, и педиатры. Встреча с населением – это своеобразный барометр, по которому профильное министерство определяет уровень оказания медицинских услуг. По каждому проблемному блоку формируется программа действий. Сегодня тема медицины очень остра, будем так говорить, и обсуждается на всех уровнях. Приняли решение в ежемесячном режиме проводить подобные мероприятия для того, чтобы составлять дорожную карту по каждому из этих блоков проблем. Ну, не просто говорить о том, что это проблема, а в чем конкретно проблема. Сколько не хватает врачей, в какой поликлинике, что для этого сделано. Надо сказать, в прошлом году по программе здравоохранения Подмосковья выполнен ремонт в 13 медучреждениях района. На подстанциях скорой помощи в Щелкове, Монине, в поликлинике Трубинского поселения, в стационаре Монинской больнице, Медвежазерской амбулатории и Щелковской эстоматологической поликлиники. Капитальный ремонт на 192 миллиона рублей выполнен во второй районной больнице. У нас ремонт колоссальный идет всех лечебных учреждений. Больница номер один, больница номер два, перинатальный центр шикарный построили. И, конечно, обратить внимание на то, что сказано сегодня. Внимание обратили. После встречи Юрий Родионов провел совещание с главными врачами. Михаил Налетов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Михаил Налетов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».